ТОП 5 причин подать на банкротство в 2024 году и законно избавиться от кредитов и долгов. Вы все еще не решились на банкротство, чтобы списать долги через банкротство, и скорее всего я догадываюсь почему. Большинство должников не знают, когда вообще наступает тот момент, когда лучшим выходом будет подать на банкротство. И сегодня я расскажу главные причины и ситуации, когда нужно подавать на списание долгов, не раздумывая. Всем здравствуйте, я Роман Родин, руководитель федеральной юридической компании Дело Время. Вот уже более 9 лет мы законно избавляем граждан России от долгов. Чтобы понять пора именно вам списывать долги или нет, досмотрите этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, чтобы под рукой иметь всегда надежных юристов, а также ставьте лайк за наши старания. Первая ситуация, самая популярная, это цепочка кредитов. Вы взяли один кредит, чтобы закрыть другой, но где-то просчитались, неправильно распределили деньги, и теперь у вас есть просрочки по двум кредитам. Если уж вы берете новый кредит, то кладите все деньги сразу на досрочное погашение старого, а не вносите отдельные платежи. Но если уже поздно и кредиты связали вас по рукам и ногам, то не затягивайте, подавайте сразу на банкротство. Друзья, обязательно поделитесь в комментариях, почему вот именно вы не можете решиться на процедуру банкротства. Какие причины, что вам мешает, чего боитесь. Я постараюсь вам ответить на все ваши вопросы. Жду в комментариях. Вторая ситуация, кредит, который взяли на вас мошенники. Здесь лично я считаю, что это даже обсуждать не надо. Одно дело выплачивать кредит, который вы сами взяли, а другое дело буквально сажать себя в финансовую тюрьму на 3-5 лет. Поэтому тут не надо себя винить, что вы попались в ловушку. Да, ситуация неприятная, но это уже случилось. Нужно брать себя в руки и двигаться дальше по жизни. Многие люди принимают судьбу и пытаются нести крест на себе, расплачиваясь сами. Но мне искренне жаль таких людей и я советую вам так не делать. Вы законно можете избавиться от такого долга, ведь вы его не брали. Мы с моей командой уже помогли не одному десятку граждан списать долг, который повесили мошенники. Поэтому если вас также мучают долги чужие, а не ваши, то жду вас на бесплатной консультации. Все контакты я оставил в описании внизу к этому ролику. Также вы сможете задать свои вопросы и понять, подходит ли именно вам процедура банкротства. Ситуация третья, она тоже очень актуальна и сегодня. Это когда вы в попытках открыть свой бизнес прогорели. Так бывает довольно часто. Очень многие люди сразу после этого опускают руки, не хотят ничего делать, да и даже разбираться с долгами. Однако я считаю, что это в корне неправильно. Нужно опять же взять себя в руки и начать действовать. Друзья, при этом у вас уже есть опыт и уроки из прошлого бизнеса. В этот раз высока вероятность, что дела пойдут в гору. Поэтому списывайте долги и начинайте бизнес заново. Четвертая причина. Вы понимаете, что долги есть, а денег выплачивать их нет. И они не появятся в ближайшее время. Оставлять ситуацию в подвешенном состоянии не вариант, поскольку решать проблему рано или поздно придется все равно. Потому что невозможно вести нормальный образ жизни в России при наличии долгов. И тут мы подходим к больной теме, когда люди думают, что статус банкрота это проблема. По разным причинам. Кому-то стыдно, кто-то думает, что больше никогда не получит кредит. Ну а кого-то уволят с работы, кто-то так думает. На самом деле все это мифы и бояться тут нечего. Кто-то боится последствий, но опять же, после банкротства вы снова сможете брать кредиты, как и в первый год, устраиваться на любую работу, выезжать за границу, открывать счета, вклады, пользоваться картами, оформлять на себя имущество. Банкротство вообще не создано для того, чтобы как-то вас наказать или подпортить жизнь. Эта процедура изначально сделана для того, чтобы вас освободить от финансового времени. И давайте теперь я еще раз коротко напомню главные условия для того, чтобы подать на банкротство. Итак, первое, это сумма ваших долгов должна быть более 300 тысяч рублей. Списывать долг размером меньше не имеет смысла, так как сама процедура судебного банкротства платная, и чтобы она была вам выгодна, долг желательно иметь более все-таки 300 тысяч рублей. Еще есть упрощенная, конечно, процедура банкротства, и на нашем канале есть видео на тему упрощенки. Единственное, что я сразу оговорюсь, что в большинстве случаев, к сожалению, эта процедура гражданам с долгами не подходит. Да, есть категория граждан, которые могут ей воспользоваться, но повторю, что большинству из вас она просто не подойдет по определенным причинам. Если надо знать, по каким конкретно, мы уже в этом вопросе разбирались, смотрите, ищите видео на канале. Второе. Это отсутствие спорных сделок за последние три года. То есть таких сделок, которые могут оспорить в суде и расценить, как вашу недобросовестность, быть не должно. Но даже если вы продали, например, машину год назад, то такую сделку вряд ли оспорят. А вот если эту машину вы продали, а через неделю подали на банкротство, то здесь, конечно, могут появиться вопросы. И ответы на эти вопросы должны прорабатывать профессиональные юристы, чтобы в процедуре не возникло проблем. Какие могут возникнуть проблемы, я уже много раз рассказывал. Самое страшное, это не списание долга в процедуре. Мы уже разбирались, по каким причинам это может быть. Здесь же пойдем дальше. Третье. Это отсутствие залоговых кредиторов. То есть банков, микрофинансовых организаций и физических лиц, которым заложено ваше имущество. Квартиры, машины, земли и так далее. Конечно же, и с такими кредитами вы можете пойти в процедуру банкротства. Но помните, что залоговое имущество 100% будет реализовано. То есть его точно заберут и продадут. Если кто-то там из юристов вам рассказывает в байке, что это можно спасти и сделать это без потери особенно, то не верьте, это все развод вас на деньги. И сразу отвечу по поводу ипотечной квартиры. Да, ее тоже заберут. И да, если даже вы платили за нее, то заберут. Единственное, что мы ожидаем с вами и надеемся на то, что рано или поздно выйдет закон, поправки вернее в закон, который позволит списывать долги, а ипотечную квартиру в процедуре банкротства сохранять. Поэтому ожидаем. Но пока на данный момент, да, ипотечную квартиру в банкротстве заберут в том случае, даже если вы за нее платили. Ну и естественно, разница, которую вы там уже заплатили, она пойдет в конкурсную массу. Друзья, а все о процедуре банкротства, все ее нюансы, последствия, стоимость в этом году, смотрите в моем видео. Ссылка появится на экране где-то вот здесь. Проходите, там я все подробно и ясно описал все нюансы. А если вас давно уже мучают микрозаймы, кредиты, долги, и вы хотите законно от них избавиться навсегда, и общая сумма всех долгов более 300 тысяч рублей, напишите напрямую нам в WhatsApp или Telegram по ссылке в описании. Наша команда законно избавит вас от долгов раз и навсегда. Мы уже более 9 лет успешно помогаем гражданам законно списывать долги. Обязательно поможем и вам. Ссылка для записи в описании ниже к этому ролику. Ваше мнение о процедуре банкротства жду в комментариях. Обязательно ставьте лайк за наши старания и доброе дело подписывайтесь на этот канал, потому что тут говорим простыми словами о ваших правах. До свидания.